Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать в программе «Хлеб на каждый день» и каждый раз, когда мы с вами встречаемся, это всегда возможность принять небесное семя, принять божественный покров, его защиту, его опыление для нашего плодоношения. Потому что все, что есть внутри нас, оно работает, потому что туда Творец вложил эту способность и этот потенциал. Но для того, чтобы происходили взаимоскрепляющие вещи, и чтобы плод появлялся, то вы знаете, что для плода есть необходимость не только в солнце, не только в том плоде, который формируется от почвы, но также и еще вода, и плюс к тому опыление. Опыление цветов, которые вырастают на этих ветвях. И поэтому я желаю, чтобы мы сегодня, которые дошли до определенной стадии развития собственных плодов внутри своей жизни, дать Богу право опылять нас небесным содержанием, его пыльцы, его присутствие, его ветра, и тем самым усилить в нас способность развлечения. Развлечение тех людей, которые оказываются рядом с нами. Развлечение атмосферы, в которой мы двигаемся. Потому что чем дальше мы живем, тем больше опасных моментов вокруг нас формируется. И если мы не занимаемся исследованием опасности, а в основном мы это не делаем, то значит мы становимся более открыты для того, чтобы оказаться в этих сетях. Поэтому в другом случае, когда мы не занимаемся исследованием опасности, что нам предлагает Господь? Когда я взираю на тебя, ты избавляешь ноги мои из сети. Поэтому вот это интересно. Ты не смотришь под ноги, ты не идешь для того, чтобы рассматривать, где расставлены сети. Но ты взираешь на начальника жизни, а он извлекает ноги из сети. И для меня это очень хорошее направление для того, чтобы мы не только знали такого Бога, но и практиковали его в своей жизни. Помните, мы говорили, Сива, который пришел навстречу Давиду и принес определенную с собой продукцию и ослов и так далее. И тем самым расположил к себе царя, как, в общем-то, скорее всего, был этот мотив. Но теперь мы читаем дальше. И сказал царь, где сын господина твоего? Вы помните, о ком речь? Ионафан, это получается, отец этого человека, тот, который оказался со сломанными ногами, Мимфивосфей. И вот он теперь, получается, господин над Сивой. Но Сива так не особенно себя чувствует, потому что господином был Ионафан, господином был Саул. Но вот этого инвалида он господином не особо считает. И Давид где-то эти вещи просчитывает. И вот там он говорит, где сын господина твоего? И отвечал Сива царю. Вот он остался в Иерусалиме и говорит, теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего. Посмотрите, какую ложь он в данном случае говорит. Мимфивосфей сам не был в состоянии отправиться в далекое путешествие из города в силу его физического состояния. Ему нужна была помощь. И вот тот, кто был приставлен к нему, по сути, должен был эту помощь оказать. Но для Давида сейчас в одностороннем порядке рисуется картина. И поэтому ему кажется, что это подлость со стороны Мимфивосфея. Он отказался идти за Давидом, который был для него благотворителем. Вот так рисуется в сердце Давида этот образ. Но на самом деле мы понимаем, что здесь какой-то подвох. Здесь реальное предательство. Предательство того, кто сам себя защитить не может. Я хочу сейчас, друзья, вместе с вами просто отметить, что вокруг нас есть разные люди. И такие в том числе Сивы есть. Которые пользуются за счет Мимфивосфея и в то же время еще больше хочет получить. Когда-то Соломон сказал, око человеческое ненасытимо. И поэтому тем паче в это время, в которое мы живем, люди могут быть очень алчными, завистливыми. И плюс к тому коварными по своему положению, позиции жизни. И сейчас я хочу вместе с вами помолиться о том, чтобы Бог нас защищал от таких. Чтобы ноги наши избавлял из сетей. Небесный Отец, я благодарю тебя, что мы можем к тебе об этом говорить, с тобой об этом общаться, молиться к тебе. Потому что мы не хотим просчитывать зло. Мы не хотим исследовать его. Мы хотим идти к тебе и насыщаться твоим образом. Насыщаться твоей жизнью. Насыщаться твоей полнотой, приготовленной для нас. И поэтому я хочу сейчас благословить каждого, кто является сегодня свидетелем этого послания. Полнотой защиты. Сохрани, Господь, и дай услышать и понять суть вещей, прежде чем они придут в нашу жизнь. И сделать выбор при твоем совете. И потому благодарю тебя, что ты дал нам такое право идти к твоему престолу. Брать от престола благодать и все, что нам необходимо. И жить под защитой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»